Болгары ответили Путину «Неправда ваша, трубу мы тянем». Экономика, нефтегаз 5 декабря 2058 Болгары ответили Путину «Неправда ваша, трубу мы тянем». Турецкий поток увяз в болоте противоречий на землях братушек. София Сычевко, комментариев просмотров 1901. Фото, Игорь Ренкин, ТАСС материал комментирует. Сергей Пикин. Начало строительства болгарской части газопровода Турецкий поток была задержана из-за необходимости проведения обязательных процедур. Об этом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в эфире телеканала «Би-Ти-Ви». В ответ на высказанное президентом России Владимиром Путиным недовольство темпами прокладки Балканского потока, часть Турецкого потока, проходящего по территории Болгарии АВТ. Болгария соблюдает процедуры Европейского Союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты. И мы ищем альтернативную диверсификацию. Чисто политически им не нравится. России ряд, что Болгария является настолько лояльным и сильным членом НАТО и ЕС, поспешил с ответом Путину болгарский премьер. В то же время Бойко Борисов заверил, что газопровод заработает к концу следующего года. Он также сообщил, что Болгария уже построила около 140-150 километров трубопровода, прокладывая в среднем 5 километров в день. Он считает эту магистраль единственной быстрой и отличной альтернативой для российского газа. Болгария соблюдает все требования и процедуры ЕС, в отличие от Сербии, России или Турции. Информация президента Путина, возможно, устарела. Попытался оправдаться премьер-министр Болгарии, и даже пригласил Владимира Путина приехать и посмотреть на ход реализации проекта. Читайте также, транзит газа, Украина вынудила Европу составить карту страха в ЕС опасаются, что прекращение поставок топлива из России обернется катастрофой. Напомним, 4 декабря Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство своей части турецкого потока. По его словам, это делается, несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку газа через Турцию в Болгарию. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали южный поток, во что бы то ни стало реализовать турецкий. Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали такую неспешную работу, сказал он. Российский президент обещал проследить, как дальше будет реализовываться проект по болгарской территории. При этом подчеркнул, что если болгарское руководство не хочет ускорить работу, то Россия найдет другие пути реализации транзита газа по югу Европы. Ранее глава Минэнергии Александр Навак сообщал, что инфраструктура для турецкого потока на территории Болгарии должна быть построена в первой половине 2020 года, а запуск турецкого потока запланирован на январь 2020 года. Политолог Владимир Жарихин полагает, что Болгария может испытывать технические проблемы, однако под ними могут скрываться и политические. Он напомнил, что ранее София в этом уже была замечена. «Мы помним ситуацию, когда они через свою территорию отказались вести газопровод, когда уже стороны договорились. Это было сделано именно под давлением», — отметил он. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что ключевая проблема в данном случае заключена в конкурсе на выбор подрядчиков по строительству. Ранее уже звучали заявления о злоупотреблениях. Сейчас, по его словам, ситуация повторилась. Подрядчик был выбран, но около полугода шли суды. Если бы болгарский премьер-министр имел возможность заменить судебные власти, из-за судов все затянулось. СП, а политическое давление возможно? Пока я не слышал, что Евросоюз давит на Болгарию по этому поводу. Когда шла речь о Южном потоке, то и американские сенаторы приезжали, и Евросоюз действовал активно. Сейчас этого не наблюдается. СП, такая задержка сильно влияет на газообеспечение Европы, учитывая еще и ситуацию с Северным потоком минус 2, как это скажется на поставках в Европу. Думаю, будут достигнуты договоренности о продолжении украинского транзита с 1 января. Сейчас есть некий дефицит по прокачке. Если бы были Северный поток минус 2 и вторая ветка турецкого потока, то переговоры с Украиной велись бы иначе. Там бы остались гораздо меньшие объемы, чем сейчас. СП, велики ли шансы договориться? У нас нет шансов не договориться. В этом я убежден. Если мы не договоримся, когда другие направления еще не введены в строй, то будут проблемы у Европы. Несмотря на все накопленные в газовых хранилищах объемы, они конечны. А в отдельных странах хранилища не такие большие, чтобы иметь запасы на всю зиму. Европа не в меньшей степени заинтересована в том, чтобы все срослось. Будут давить и на Россию, и на власть у Украины. СП, Россия пойдет на завышенные требования Украины. Газпром против долгосрочности контракта, готов разговаривать о годовом или двухгодовом контракте, но никак не десятилетнем. Также он против фиксации объемов, потому что это грозит новыми разбирательствами в Стокгольме со всеми вытекающими потенциальными санкциями. Это условие также неприемлемо. По завышенной ставке на транзит это неприятно, но как-то можно отработать в недолгом режиме. Ключевой момент в урегулировании судебных споров. Это политический вопрос, который на уровне министерств, Газпрома и Нафтогаза не может быть решен. Возможно, предложат большую скидку и за счет этого обнулят претензии Украины. В этом случае стороны могут сохранить лицо. Думаю, на встрече президентов 9 декабря в нормандском формате этот вопрос может быть поднят и к какому-то решению могут прийти. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН и ММА, Екатерина Шумицкая напоминает, что Болгария является членом Евросоюза и НАТО, а это усложняет ее отношения с Россией. Она имеет союзнические обязательства перед своими партнерами. ЕС с 2009 года взял цель на диверсификацию своих энергетических поставок. Болгария, которая полностью зависит от России в плане газа, так как не имеет источников энергии, не имеет возможности диверсифицировать свои энергетические потоки. С другой стороны, Болгария имеет большие преференции, так как является страной входа на территорию ЕС российского газа. И ей приходится лавировать между союзниками и Россией, которую она рассматривает как партнера. Думаю, болгарские власти не могут самостоятельно принимать решения без консультации с Брюсселем. Это не говорит об ограниченном суверенитете, это говорит о союзнических взаимоотношениях, о новой политической организации, которая образовалась всего 20 лет назад в Европе. Россия испытывает, и в словах нашего президента это видно, определенную раздраженность, потому что хочет быстро реализовать этот проект. Думаю, реплика Путина направлена в адрес болгарских коллег как предупреждение. Это эмоциональная претензия от России в лице президента. СП, в ситуации с южным потоком под давлением ЕС Болгария действительно отказалась от проекта. Насколько объективны или субъективны были претензии к проекту? Объективны только физические процессы. Когда говорим о социальных, то там все субъективно. У ЕС в лице брюссельских чиновников есть четкая позиция с Россией любые контакты, тем более в экономической сфере, ограничить. Особенно это стало ясно после событий на Украине и с Крымом. При этом и у болгарских политиков, власти есть своя точка на тот счет. Они не рассматривают Россию в качестве основной угрозы европейской безопасности, как дипломаты в Брюсселе. Они хотят сотрудничать, потому что положение Болгарии в экономическом и социальном плане очень плачевно. Налог на бедных 2020, спасение Газпрома вывернет карманы россиян. Война с американским СПГ за рынок Европы обещает быть недешевой и затяжной. Но София по этому вопросу должна вести переговоры с Брюсселем. А Россия не хочет играть с Брюсселем, потому что понимает, с ними трудно вести двусторонние отношения. Если говорить о действиях болгарских политиков в течение последних двух лет, то они стремятся придерживаться прагматических позиций в отношениях с Россией. Не стали, например, участвовать в Черноморской флотилии, хотя Румыния и Украина на этом настаивали, а США готовы были выделить деньги. Болгария, безусловно, получала бы большие преференции от транзита, но при условии, что ЕС покупал бы российский газ. А он не хочет покупать. Пи-эс. Любопытное совпадение. Сразу после вчерашнего заявления Владимира Путина и оправданий Бориса Байкова, Россия объявила персона. Нон-грата. Сотрудника болгарского посольства. Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре сего года российского дипломата, говорится в сообщении МИД РФ. А 4 декабря российские дипломаты были высланы из Германии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обещал изучить вопрос. Мы люди выдумчивые. Сначала изучим, что нам инкриминируют, и с какой стати это произошло, сказал он. По его словам, времени на изучение понадобится немного. Нефтегаз, транзит газа, Украина вынудила Европу составить карту страху о новости транзита. Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа.